Ну вот, многие думали, что мы в котелок взяли, чтобы плов готовить, но выиграл Арнис из Латвии, город Елгова. Котелок был взят для того, чтобы из него пить виски. И мы говорим, да, говорим тост какой-то, ну, чтобы эти два наших дня прошли очень интересно, насыщенно. И передаем, ты должен что-то сказать. У меня нет слов, понимаешь, мы в жизни пьем вот с такой, по сути, из чугунного котелка. Потому что с такой маленькой, по сути, два-два-два-два-два-два-два-два-два-два. Ваша дорога. Давай. Так, выпьем за чугун, за пар. Да. И... Это грязные руки. А? Посмотри, посмотри. Это от паровоза. Я уже, да, с паровозом слился. Ну и за прекрасное время. Так, сегодня у нас будет плов в казанке. Единственное, что не на костре, а на плите. Но от этого он будет не менее вкусным. Толик сказал, что курдючное сало запрещено в Евросоюзе. Поэтому, ну, поросячий жир. Нагретый казанок по запаху чувствуется очень жир. Да. Нам надо растопить поросячий жир. Жир. Сейчас первый этап. Нагреваем жир. А второй этап – это баранину. Отпускаем разогретое свиное сало. Это настоящая баранина, кстати. Да. О, это великолепно. Поджарим до румяной корочки. Рис они могли достать правильного. Девзира, как он называется. Розовый, да? Простой рис запаренный. Его надо горячей водой запарить немножко. Горячая вода вот берет лишний крахмал, и тогда рис будет рассыпчатый в плове. Мы уже ели и яичницу от полковника, ели кашу с тушенкой от полковника, а сегодня будем есть лоб от полковника. Мясо обжарилось, барашка взялась румяной корочкой, крупный план. Смотри, как он там. И теперь мы что делаем? Мы добавляем лук. Да, вот так вот. Погоди, лук не одновременно с морковкой? Нет. По моему рецепту нет. Нет, я вообще не в курсе, я вообще не знаю. Мы должны сейчас зажарить лук немножко. Сейчас, я покажу, когда там размешивать. Это будет самое интересное. Есть варианты, когда лук может первый обжаривать, а потом мясо. Но я придерживаюсь того варианта, что сначала мясо зажариваем, а потом лук. Мы там жарим лук. Ребята, вы бы чувствовали этот запах. Когда лук поджарился, тогда мы добавляем морковочку. Морковочку. Сейчас мы так все это посеем. Сейчас мы морковочку немножко обжарим, да, вот так. Мне кажется, морковка это один из важнейших ингредиентов плова. Тут все важно. Она добавляет эту сладость. Лук, мясо. То есть мясо будет разное, плов будет вкусный, рис будет разным, плов будет вкусным. Но без морковки плов это не плов. У Андреса очень универсальные пальцы. Он даже рис может пальцем промыть. Не то, как лапана регулировать, да? Не, ну так эстетически надо. Не, рука чистая у меня. Кстати, вот в Среднязии едят руками, готовят руками. А, кстати, совсем другие ощущения от еды именно поэтому. Не объясняли почему. Это заложено еще с каменного века. Когда человек касается губами рта, то есть пищу. У него все рефлексы правильные. Отделяется слюна правильно, все. А ты железную вилку себе суюшь. Так и металл он еще притупляет от вкусового рецептора. Мясо обжарилось, лук обжарился и морковочка обжарилась. Мы начинаем готовить зирвак. Зирвак называется. Добавляем вот так, левой рукой. Вода добавляется, кипяченая, горячая, вровень. Так, чтобы покрыло все. Может даже немножко больше. И теперь где-то минут 40. Это будет на маленьком огне, вот так поставим двоечку, оно будет кипеть. Оно будет друг другу отдавать вкусы. Мясо будет отдавать вкусы овощам. Овощи будут отдавать мясо мясу вкусы. В общем, и всех надо поженить друг с другом. Еще нет, свадьба будет словом. А-а-а. Это такие предварительные ласки. Да, вот сейчас мы еще добавим некоторые специи, и тогда вот он будет настоящим зирваком. Чеснок. Чесночелло. Чесночини. Пять штук. Нету возражений? Нет. Главное, что целиком в кожуре. В кожуре, да. Это домашний, хороший. Это тоже домашний. Острый. Я брошу даже три. Как он это сделал? Как итальянец пальчиком? Да. Так, управляем на двоечку. И сол. Сол. Да? Сол. Крупный. Крупный. Крупный сол. Зирвак должен быть немножко пересолен. То есть, когда ты его пробуешь ложкой, тебе надо казаться, что он пересоленный. Потому что, если мы сверху положим рис, рис заберет на себе сол. Да? Вот эти вот нюансы очень важны, на самом деле. Кажется мелочь, а очень важная мелочь. Вот. И потом мы пробуем. Вот. Вот это называется уже зирвак. Когда мы добавили чеснок, перец, соль, это все медленно кипит, это зирвак. Помнишь, ты меня спросил? Да. Слушай, по этому вопросу я подумал, что ты профессионал. А вот у тебя есть зира? Она у вас есть. Алтышский куинц. Зира у вас есть. Мы берем зирвак. Зирвачок добавляем обязательно. Слишком маленькие отверстия. Отступаем. Вряд. Он постоянно растет. Ну, обычно надо ступку, но ступки нет, да? Да. Поэтому, так, пальчиками, да? Сильными пальцами, не мужскими. Про пальцы Андреса мы уже наслышаны. Добавляем кумин. Кумин или зирвак. Из зирвака заговариваешь. Зира. Зира. Это одно и то же? Нет. Кумин и зира одно и то же. Кумин это по-латышски, а зира это... Я кумин слышал слова. А вот это все называется зирвак. Все, мы сейчас можем полчаса дать ему пулькать и сесть спокойно за стол. Как тут можно спокойно сидеть, как-то такие запахи распространяются. Кстати, запах сильно поменялся после зиры. Да. Прям появился такой характерный запах плова. Она действует на пищеварение. Классно. Вика, молодец, молодец. Вика работает, как пчелка. Как пчелка. Нельзя ее планировать? Дикие капиталисты заставили ее работать. Ну, таких заказали бы штук пять. Себе в Латвии. Вам у меня мало? Ну, не, нам хватает на нашу компанию, но... Можно клонировать руки, но нельзя клонировать душу. Зербачок. Видишь, она, что это? Она, такую красивую черпалачку. Но какая уже есть. Он поместится туда? Это как сделать из того, что есть шедевр, называется. Да. Не говорите, что шедевр будет. Может, и не будет, но я надеюсь. Так, смотри, рис разровнял. Ты плакашку? Да. И теперь немножко добавляем горячей водки. Смотри. Вот так, да. Значит, надо, чтобы был сверху один палец. Панец, видишь? Опять Андрес и его пальцы. Примерно, примерно. И теперь жир, он же впитается в это все, в рис. Видишь? Ну, еще 30 минут и будет готово. Это не так быстро, конечно, как вы хотели. Да. Но будет хорошо. Ну, мы же не драглодиты, можем его потерпеть. Да. Так. Ставим на два. Ставим крышку. И все равно оно готовится. Так, что мы сейчас делаем? А мы такую ворону делаем такую пирамиду. Пирамиду, да, видишь? Вот тут все время играем со с чем? Согла у нас жидкости. То есть проверяешь. Смотрим, да? И тут такое искусство должно быть. Так, жидкостей немного. Если жидкостей много, то делаем много таких дырок, она выпаривается. А вот делаем такую пирамидку, в пирамидке плохо более лучшее доходит. То есть тут уже как до пианино, доигрываешь. Тут нет таких рецептов, что, скажем, 40 минут на втором режиме и плов будет готов. Нет. Надо прочувствовать. Прочувствовать, да. Доигрываю. Уже почти 10 часов. Смотри. Ну, будем считать, что рис пропарился, да? Нет, он пропарился уже. Мы теперь просто супа перемешиваем. Смотри. Берем, смотри, вот так. Смотри, вот так вот. Миш, перемешиваем вот так. Мы сейчас все перемешаем. И еще минут пять оно постоит. Это уже выглядит... Хочите пловку с кузнечиком, смотри. Не надо, не надо. Не надо, Кузнечка, не надо. Да ну нахрен. Еще раз давай. Он хорошо смотрится на фоне плова. Мы уже переходим на это питание. Деликатесы. А он чуть-чуть так нахрен сел. У нас же сегодня азиатская кухня. Кузнечки, в принципе, тоже. Серьезно. Плов, да, это же принятие. Так. Не надо, чтобы он еще постоял. Чуть-чуть. Ай, мясо попало. Блин, просто запах такой обалденный. Ну расскажи, каково оно. Очень невкусно. Но мне надо сделать такой вид, что очень вкусно. Я говорю так. Ммм. 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 Да? Вот я сейчас... Так, передача повара. Ммм. Три. Здесь лапы уели, дрожат на весу. Здесь птицы щепечут. Тревожно живешь В заколдованном, диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемки сохнут бельем. На лесу пусть дождем Опадают сирени. Все равно я отсюда Тебя увезу Во дворец, Где играют свирели Как говорят, не ходят большие поезда, Тулик. Это на самом деле Очень необычное ощущение, Когда ты выходишь из места Ну, ночлега, места остановки И ты выходишь на вокзал. Это очень неприлично. Ты чувствуешь себя бомжом? При вокзальном? Не правда. Ну, окей, ладно. Это ирония. Это ирония. Очень классно. Это в Ригу идет. Как ни странно, Допустим эти вагоны Сейчас ухранились, А в Эстонии уже все это попродавали. Сейчас же эти чешские закупаются, С которыми проблемы. Купили чешские, Пустили, С ними проблемы огромные. Вот эти, которые С центральной секции. Да, да, да. И сейчас поняли, Я думаю, что еще рано списывать старые, Которые в Риге сами делали. А что значит VIVI? Ну, я не знаю. А, просто бренд. А, вы говорите про поводу Латышской дороги? Да, да. Прикинь, но все-таки он выглядит хорошо, да? Красиво. Рассветка. Да. Я вообще обожаю плыть. А смотри, Этот строили в Риге. А, это рижский? Рижский, смотри. РВР, видишь? Написано. Точно, точно. Рижский вагоностроительный Ригас Вагон Рупница. РВР. Смотри, Ничуть не хуже, Чем Шкодовский, да? Сфоткай меня. Он как раз цветил. РВР. Обалдеть. Сфоткай его. Так. Толик. Ты тоже желтого цвета. А он как раз третья. Синий-желтый. Тебе не видно, но я тебя сфоткаю. Все. Молодец. Бутылка кефира пол батона. Бутылка кефира пол батона. А я сегодня дома. А я сегодня дома. А я сегодня дома. Один. Ва- ba-ба-па-пам. Поба-памπαпам По папампапам аппапам. Но в адрес не пойдет. Вот такой вот человек. Человек и вертолет. С утра я подсчитаю газету, или, может быть, сгоняю в кино, А в общем всё равно, а в общем всё равно, а в общем всё равно какое. Субтитры создавал DimaTorzok